В связи с многочисленными жалобами предпринимателей, первый зампред кабинета министров Арзебеку Джошев с внеплановой проверкой посетил Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке. На момент проверки из девяти сотрудников на местах оказались лишь представители пяти государственных органов Минюста, Минздрава, Налоговая и Таможенная служб и Кыргызпатента. Арзебеку Джошев отметил, что подобная халатность недопустима, так как на данный момент Центр создавался в целях поддержки и развития предпринимательской деятельности. Этот проект отличная возможность для предпринимателей оперативно получить все необходимые консультации в одном месте по принципу единого окна. К сожалению, сейчас мы убедились, что Центр функционирует не в полном объеме, а предпринимателям необходимо бегать и получать справки по старинке. По его словам, руководители ведомств, чьи сотрудники отсутствовали в рабочее время в Центре, понесут строгое наказание. Я проведу совещание по этому поводу. Такое отношение вызывает сожаление, ведь комфортные условия для всех участников Центра, созданные за счет средств бюджета, а получается финансовые средства были потрачены зря, подчеркнул первый зампред Кабмина. Отметим, что в Центре обслуживания предпринимателей совместно с налоговой службой оказывают услуги для предпринимателей 9 госорганов и ряд госорганизаций. Минюст, Минздрав, Таможенная служба, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком, Крагоспатент, Агентство автомобильного водного транспорта и весогабаритного контроля, Департамент драгметаллов, Департамент внешней миграции, Госпредприятие Центра единого окна, Фонд развития предпринимательства, Гарантийный фонд, Госстраховая компания и три государственных банка, Аилбанк, Кереметбанк и РСК Банк. Субтитры создавал DimaTorzok